Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Елена Минина. И сейчас я нахожусь в том единственном месте, где я могла в этот день, в эту прекрасную погоду оказаться в Москве. Конечно, на митинге против реновации, закона о реновации. Честно скажу, что это слово я узнала сегодня первый раз в жизни. И все подробности того «прекрасного» законопроекта, который хочет принять наш любимый мэр, тоже в больших кавычках, я сегодня узнала впервые. Узнав о том, что вообще планируется и какие строки прописаны в этом законопроекте, если бы мои длинные волосы могли бы стоять дыбом, они бы вот так вот стояли дыбом. Потому что если сказать, что это ужас, кошмар, абсолютный, беспредел, вот просто абсолютный, то это 100% так. Так, слушайте, на самом деле очень повезло, с погодой на митинге огромное-огромное-огромное количество людей, все очень прекрасно организовано, культурно, такое количество интеллигентных, улыбающихся лиц. Я сейчас хочу вам показать, а давайте я вам покажу, что у нас тут происходит, и с какими прекрасными плакатами люди на митинг пришли. Так, а вот посмотрим, что написано на плакате у молодого человека. Так, собственно говоря, да, жилище неприкосновенно, 100%. 25-я статья Конституции Российской Федерации, конечно, именно, собственно говоря, ее мы на этом митинге защищаем. Пойдемте покажу что-нибудь еще. Так, впереди вижу людей с плакатами. Что у людей на плакатах написано? О, супер! Так, как бы мне сделать, чтобы вас было видно? Давайте, поворачиваемся. Вот, 100%. Вот, знаете, с точностью формулировок ребята не ошиблись. Абсолютно. Абсолютно. Вот, коллега-блогер тоже снимает видеосюжеты. Так, у вас тут целая корпорация с Кузькиной матью. Хреновый, это прекрасно. Это вы придумали, хреновый реноватор. Класс, отлично. Так, сейчас я вам покажу что-нибудь еще, что у нас происходит. Во-первых, конечно, можно подписать. Можно поставить подписи. Так, вот, 100%. Чистая правда. Солидарно поддерживаю. Так. Сейчас покажу. Сейчас покажу еще. Дорогие дамы, а можно показать ваши прекрасные плакаты? Полностью присоединяюсь ко всему, что здесь написано. Сто процентов. Спасибо, Кожа. Спасибо. Изымаем. Вот, людей с плакатами огромное-огромное количество. Вот кто бы, вот подумаешь, такой интеллигентный мужчина и когда-нибудь дойдет, дойдет до митинга. Почему дошли? Я, в общем, не мало кто мог подумать. Да, да, я сама-то не могла подумать. Почему дошли? Ну, потому что надо. Потому что надо. Если не мы, то больше некому. Веская, да. Удачи нам. Да, нам удачи большое. Удачи. Так. А давайте я вам покажу еще прекрасные дамы. Вы фееричные. Так. Пока тут прекрасных дам фотографируют, я хочу показать. Вы посмотрите, до какого креатива наши москвичи, которые хотят жить в своих домах, в своих законных квартирах. Вот абсолютно. Вы посмотрите. Вот с такими плакатами сегодня здесь практически все. Удачи нам. А там, видимо, сцена, и на ней все-таки кто-то выступает. Я не знаю, слышите вы меня сейчас или нет. Вы слышите? Вот, кстати, смотрите, какой гениальный плакат, абсолютно. Природа, да. Природа в мае тоже не согласна с законопроектом. Абсолютно согласна. Ура! Вот так сказать про Собянина в отставку. Абсолютно согласна. Собянина вообще не стоила никогда на эту прекрасную должность назначать. Так, еще покажу. Смотрите. Вот. Так, что там написано? Моя частная собственность неприкосновенна, сто процентов. Так, ребята, что у ребят? Сто процентов. Так, а у девушки вообще какая-то... О-о-о! Давайте я вам покажу вашу красоту. Так, тут домики. Вот, собственно говоря, такие домики и хотят сносить. И мы этого не допустим. Нет. Абсолютно. Да. Да, 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 да. 30 миллиардов будут украдены. Врут и воруют. Врут и воруют. Украдены и тут же инвестированы сюда. Помните гостиницу Москву? Вот, огромное-огромное-огромное количество людей сегодня на митинге. По данным официальной группы митинга на Фейсбуке. Сколько сегодня уже... Сколько здесь человек? Нет? Ах. Ну, я бы, вы шпите. То есть, по официальным данным, уже больше пяти тысяч человек сегодня здесь. Потому что наша собственность, наши дома нам дороги, и мы хотим в них жить. Про экологию. Про экологию. Про экологию? Сейчас, подождите. Я еще вам что-нибудь покажу. Так. Пресня. Здравствуйте, житель района Пресня. Давайте я вас покажу. Расскажите, как вы дошли до жизни такой, что сегодня здесь. Ой, мрак, мрак. Начал интересоваться политикой случайно. Случайно, тоже случайно. Да. И понеслось. Теперь не остановишься. Удачи нам. Спасибо. Удачи. Так. Ооо. Вот это да. Вот это да. Ну, вообще кого? То есть, это, Вилькина грамота. Так. Так. Тем, что на моем телефоне закончилась память, этот сюжет прервать не удастся. Вообще, знаете, честно хочу сказать, что я не знаю ни одного москвича, по крайней мере, из тех, с кем я этот вопрос обсуждала, кому бы в принципе нравились действия незабвенного нашего прекрасного мэра Собянина. Мне Собянин не нравился с самого начала, когда его на эту должность назначили. И у него, конечно, нет ни единого шанса стать тем мэром, о котором москвичи будут вспоминать с любовью, радостью и добротой. Обычно, когда звучит имя Собянин, у всех в глазах загорается дикая ярость, жлость. И вспоминается все то прекрасное, что в Москве было сделано. Так, хочу вам показать, покажу вам еще плакаты, с которыми приходят люди. Сами сделали? Отлично. Удачи нам. Спасибо. Сокольники, жители Сокольников против реновации, против сноса домов. Смотрите, какой прекрасный плакат, даже не напечатанный, а даже собственноручно нарисованный. Это какой? Так вот же, ручками нарисованный. Тоже ручками. Так, вау, посмотрите, посмотрите, сколько людей, которые мне все равно. Хотим жить в наших домах. У нас там дальше еще сокольники стоят. Просто здесь лучше. Отлично.